По документам, земля сельхоз назначения по факту отели, гостиницы и базы отдыха. Месяц назад в Республике Алтай дали старт массовым проверкам использования земель. Проверено больше 330 участков. На 87 из них как раз такие случаи. На заседании межведомственной рабочей группы, созданной по поручению главы Республики Андрея Турчака, подвели первые итоги. 87 нарушений в использовании земельного участка, ответственность за которые установлена в статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Все акты направлены в управление налоговой службы по Республике Алтай. По 242 земельным участкам выявлено наличие признаков неиспользования земли в категории сельскохозяйственного назначения и направлены акты в управление Россельхознадзора для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Большое количество нарушений выявлено в Майминском районе. Так, в Усть-Мунинском сельском поселении обнаружена неработающая база отдыха, которая принадлежит гражданину Германии. Выявлены объекты, принадлежащие гражданину недружественного государства ФРГ, Фохману Маркусу Юргену. Мало того, что ФРГ поддерживает фашистский режим Зеленского и предоставляет оружие наемников для убийства наших граждан, в том числе жителей Республики Алтай, так еще участок используется не по целевому назначению и фактически заброшен. Неиспользуемые участки земельной спекуляции и самовольной постройки. Список нарушителей уже пополнили база «Катунские пороги», турбазы «Глобус», «Юность», лагерь «Пилигрим» и другие. В последнем зафиксировано больше 40 нарушений. Объект, который изначально принадлежал муниципалитету и создавался как детский оздоровительный лагерь, был передан в частные руки соответствующим соглашениям. Его законность поставили под сомнение. Можно так сказать, что есть время жестких решений вплоть до сноса таких объектов, по которым выявлено нарушение. Давайте мы ту информацию, которую сейчас вы огласили, дополнительно проанализируем, проработаем. И совместно с блоком Антона Черникова на следующей неделе выйдем на конкретное решение. Особое внимание землям лесного фонда. Многие из них на сомнительных правовых основаниях выделялись крупным предпринимателям. Как подчеркнул вице-премьер Александр Прокопьев, такой подход к использованию государственного имущества недопустим и преступен. Напоминаю, что в соответствии со статьей 38 лесного кодекса лесные участки могут предоставляться безвозмездные пользования исключительно в целях собственных нужд. Еще раз подчеркну, для собственных нужд они для осуществления принимательской деятельности. Исключить серые схемы, вернуть земли, которые не используются или используются не по назначению, чтобы передать их в руки ответственных арендаторов и собственников. Муниципальный контроль, Росреестр, Россельхознадзор, ФНС и другие структурные ведомства. Проверки ведутся на всех уровнях. Наша главная задача – навести порядок в земельном вопросе и установить прозрачные правила работы. При этом нарушителям мы даем возможность исправиться, но в случае отказа от полноценной легализации мы будем готовы к жестким мерам, вплоть до сноса объектов. До конца года на предмет законности проверят больше 6,5 тысяч участков, общей площадью 27 тысяч гектар. Недобросовестных предпринимателей ждут серьезные последствия. Олеся Бедарева, Кристина Чернова, Илья Питков. Будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова